всем привет до сих пор из форта санта степана но это мой опыт мой последний день здесь я возвращаюсь в рим возвращаюсь 1 вернее джорджу конечно же меня отвезет и он заберет карла мы решили поменяться с карлами стали чтобы карла тоже отдохнула 10 дней но так как бы дэн брекваст и мы не можем оставить поэтому возвращаюсь я буду за главную я и таким скорее всего она не поедет в этом году в лигурию потом лигурию дорога занимает целый день и она не хочет в поезде сидеть в маске потому что она какими-то пересадками вроде бы едет туда вену и потом там еще пересаживается на автобус я купила нам обед сегодня я ничего готовить буду я купила все готовое заплатил 10 евро покажу потом что купила и его газета джорджа как обычно спустилась сюда прогуляться потому что я хочу попрощаться с форта санта стефаном вот а джорджа будет отдыхать еще 10 дней вот так ну что босс вот столько командует а все остальные работают и я иду в барджулия чтобы снять ой чтобы выпить еще одно капучино и отвечу на вопрос отвечу на вопрос откуда итальянцев деньги да потому что рестораны все забиты расскажу с какой ситуацией мы столкнулись несколько дней назад и конечно мы с джорджа начали рассуждать и думать как так получается и расскажу наши мысли значит что с чем мы столкнулись смотрите там берут лодку я не завидую а потому что несколько дней назад так как мы здесь уже почти два месяца и для смены обстановки для чтобы что-то разнообразить в нашей жизни тоже будет ладно так и быть возьмем лодку в аренду почему так и быть потому что это дорогое удовольствие для нас это дорогое удовольствие взять лодку в аренду вот такую вот как сейчас ребята берут стоит 200 евро 200 евро поэтому джорджу говорит ладно ребята готовьте лодку мы готовы выложить 200 евро мы позвонили в три самые крупные фирмы которые занимаются арендой лодок что вы думаете нам сказали что нет лодок до 1 сентября все забронировано и все занято дальше дальше буду гулять и рассказ я отдыхаю здесь седьмое лето 2015 года и в прошлом году мы столкнулись с тем что мы не можем забронировать ресторан день в день как было раньше в пятнадцатом шестнадцатом семнадцатом девятнадцатом году то есть в годы до пандемии вот люди отправляются на лодку вы сколько их там много неудобно там хочется потом полежать по загорать и на чем я остановилась на том что мы брали на пляже мы спокойно часов 67 джорджу решал а поедем сегодня в этот ресторан пойдем сегодня в этот ресторан звонил тут же бронировал на этот вечер в прошлом году и в этом году мы столкнулись такой ситуации что надо бронировать ресторан за 34 дня смотрите как люди отдыхают все столики заняты ну что я пойду за барную стойку весь свой кэш я уже потратил как-то закупочено платить карты не хочется ситуация такая что нужно звонить за несколько дней за пять дней чтобы забронировать те же самые ресторан мы каждый год ходим в одни и те же рестораны это неслыхано это неслыхано конечно вот они как работают эти рестораны на износ что произошло очень большой наплыв людей вчера сюда приезжала самый большой в мире катамаран 8 метровый а я его не сняла длинный красивая такая машина красивая лодка вот какая у них тоже лодка профессиональная очень здоровская вот так вот мы думаем я грудь джорджа ну как так получается откуда у людей деньги что рестораны все забиты все рыбки значит что мы думаем арджентарио да вот этот вот полуостров здесь очень мало отелей большинство людей которые сюда приезжают отдыхать это люди у которых здесь есть апартаменты то есть самая существенная да такая статья расход на отель на боденбрекфест и так далее на аренду жилья уже исключается у людей свое жилье дальше эти же люди возможно сдают в аренду весь год эту квартиру и потом у них есть деньги на отпуск а как произошло с нами в этом году в мае позвонила тетя джорджа и сказала я не могу в этом году поехать свою любимую пулью можно я арендую вашу квартиру потому что я должна оставаться в своем регионе они живут в таскане тоже и она попросила у джорджу арендовать квартиру на 20 дней джорджу сказала я не могу с тебя взять денег тетя ему сказал если ты не возьмешь деньги от меня то значит я заплачу другой другим людям арендую других вот и благодаря тому что в месяц здесь жила тетя она заплатила деньги за аренду какая малыш когда стильная она заплатила деньги и благодаря этому мы здесь живем второй месяц мы смогли поехать в отпуск и наслаждаться отпуском так и делают остальные люди мы думаем сдают в аренду и не джорджу говорит что в основном конечно итальянцы они не приезжают сюда больше чем на две недели до те кто арендуют то есть на неделю приедут живут шиканут также как и мы до в россии когда ты едешь в отпуск ты себе ни в чем не отказываешь так и итальянцы в этом году очень очень много машин вчера была пробка здесь порта санта стефана был заблокирован и поэтому значит люди все на машинах очень много немецких машин просто какое-то неимоверное количество французских машин много нидерланды да тоже здесь много всегда каждый год потому что у них какой-то королевы нидерландов была здесь вилла и есть может быть я не знаю точно и поэтому голландцы они тоже любят арджентали но основная масса все-таки иностранцев это немцы но это где-то 10 процентов 90 процентов конечно итальянцы 90 процентов здесь отдыхающих это итальянцы и это те люди которые у которых здесь есть квартиры дома недвижимость какая-то и так далее так что поэтому арджентарио в этом году просто переполнены людьми переполнены людьми девчонки приехали на машине а здесь они снимали квартиру вот в этих во всех домах есть какие-то бэденбрэкфасты апартаменты сдают эти счастливые забронировали эту лодку наверное еще месяц назад а а еще хочу сказать что также несколько дней назад мы решили или возьмем лодку или съездим в костюльон и дело песка я на один день обзвонили все пляжные компании до которые раздают шезлонги с зонтами что вы думаете они сказали что все занято нет ни одного свободного шезлонга до 31 августа все занято это костюль он и дело песка я окей джорджик мы поедем в пунтало то есть там рядом удало то же самое там сказали все занято мы не сможем вам дать шезлонги а без шезлонга без зонта это очень тяжело потому что если мы утром выезжаем то мы на пляже будем скорее всего целый день вот так вот такой невыносимый август в италии красивые красивые сочетания этих брюк и однотонного топа собираются с мыслями никак нет не отчаливают ребята вроде бы уже и домой хочется знаете да когда долго отдыхаешь есть такая появляется такое щемящее чувство в груди хочется домой хочется домой но с другой стороны и уезжать грустно я рада что мы предложили карли сюда приехать она кстати не хотела она я не хочу в эту квартиру ехать потому что ну они с отцом с отцом джорджа вдвоем здесь все эти воспоминания она говорит я не хочу я не видеть эту квартиру она много-много лет сюда не приезжала только один раз 2017 году она приезжала к нам на три дня дома ездили на изолу дольжили на остров жили оставались в отеле там вот вот такой вот миленький наш порта санта стефана ну что рим элла из каминг